Каждый зимний рабочий день этой бригады ГИМС начинается с патрулирования рыбных мест. Любители тихой охоты в азарте порой забывают о собственной безопасности. Задача инспекторов напомнить и предостеречь. Здравствуйте! Старший госинфекторы ГИМСа Смоляков. Граждане, вы знаете, что вы нарушаете правила? Там есть знак, запрещающий выход на лед. У вас рядом в трех метрах от вас промоено. То есть вы подвигаетесь с опасностями, вам здесь ловить рыбу нельзя. Анатолий – рыбак со стажем, с удочкой в руках каждый день. Говорит, никакой опасности для него нет, ведь он осторожен и тщательно проверяет толщину льда, прежде чем выйти на него. Выходим, допустим, если с краю пробурило, увидишь его лед, толщину льда. Вот пробурило, видно его, сколько оборотов в буро прошло, сколько в буро зашло и все. Я вырос на этой речке. Инспекторы ГИМС на это отвечают. Зимой даже знакомый с детства водоем таит опасность. Лед, особенно на городских реках вблизи предприятий, очень коварен. В одном месте он толстый, а буквально в метре может скрываться промоено. Все из-за горячих сбросов. Тут, значит, есть и притоки реки, которые создают свое течение, значит, завихрение всевозможное, и где лед размывается, и он в двух шагах может применять обстановку кардинально. Вот как в данном случае, вот смотрите, вот там все-все промоено. Здесь вот под нами 30 сантиметров лед, 25, а там в 5 метрах уже нет льда. Берега рек буквально увешаны табличками, запрещающими выход на лед. Рыбаков инспекторы не штрафуют. Санкции могут применять только уполномоченные сотрудники городской администрации. Зато спасатели вручают рыбакам памятки. И могут подсказать, если уж не клевое место, то по крайней мере безопасное. Есть реки, которых, в общем-то, в течение всего года опасно. Вот оводь в черте города, она, в общем-то, практически в течение года всегда опасна. У нас есть места, где можно безопасно ловить рыбу. Это вот парки отдыха Хаинка, 905-й год, значит, в Степановском парке, на Пятачке, там вот, где водочная станция была, там, в общем, можно безопасно и спокойно ловить рыбу. К счастью, в этом году в регионе пока не зафиксировано ни одного провала, но это чистое везение. Люди ежедневно выходят на лед, не думая о возможных последствиях. Или же рыбы в опасных участках больше, или для рыбаков риск – неотъемлемая часть тихого хобби. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.